Приветствую, друзья. Сегодня мы рассмотрим еще одну недорогую модель беспроводных наушников от компании KZ. Это KZ-Z1. Ушки, на мой взгляд, не лишены недостатков, но и о достоинствах есть что рассказать. Подробно остановимся на графиках, поговорим о звучании. В общем, все лампово и привычно. Поехали. Упаковка наушников сделана в новом стиле, который мы уже видели у компании CCA. И скажу откровенно, новый вид коробки мне нравится намного больше. Ну а то, как это все оформлено внутри, друзья, ну это просто загляденье. Комплект здесь стандартный. Куча всякой документации, микро-USB кабель для зарядки кейса, есть четыре пары амбушюр разного размера, где большие от средних отличаются столь незначительно, что мне вообще показалось, что это две пары одного и того же размера. А реально больших насадок нам опять не положили. Я говорю это со всей ответственностью, друзья. У KZ-E10 были просто шикарные большие насадки, которые до сих пор подходят к большинству их моделей. При этом мы получаем шикарную звукоизоляцию, удобную посадку и с закрытием кейса никаких проблем никогда не было. Я вот думаю, что они просто жадничают. Для тестирования я естественно выбрал именно их. Вам же, если комплектные насадки не подойдут, рекомендую обзаветись спин-фитами. Купить их можно где-нибудь на Алиэкспресс. Корпус у наушников почти полностью выполнен из глянцевого пластика. Форму имеет по типу усредненного ушного слепка, с внутренней стороны находятся две зарядные клеммы и единственное компенсационное отверстие. С внешней логотип КЗ и небольшой светодиодный индикатор. Для микрофона, насколько я понял, имеется дополнительное отверстие на боковой части этого корпуса. Причем качество записи здесь весьма неплохое для данного форм-фактора. Оценить его я предлагаю вам самостоятельно. Сейчас ставлю отрывок. Тестируем качество записи наушников КЗ-Z1. Вот так они и записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при разговоре. Звуковод по диаметру небольшой и представляет из себя такой отдельный металлический элемент корпуса. Управление наушниками естественно сенсорное. Одно касание дает паузу, два – перемотку. Зажатие – это вызов голосового ассистента. Функции регулировки громкости здесь, к сожалению, нет. Кодек используется о оси. Впрочем, особо вопросов к качеству связи у меня нет. Задержки минимальные, ни обрывов, ни заиканий, ничего. Выходил с ними даже в чисто поле и там наушники продолжили играть, но как ни в чем не бывало. Водозащита здесь не заявлена, поэтому при купании рекомендую все-таки снимать. Сопрягаются наушники друг с другом, а затем один из них со смартфоном. Но по отдельности они тоже вполне работают. Кейс здесь довольно габаритный. Материал уже матовый пластик. Странно, но микро-юсб порт здесь разместили на правой грани, а не спереди или сзади. В остальном все вполне ожидаемо. Магниты для замочка и удержания чашечек внутри, небольшой светодиод состояния заряда кейса и среднюю по качеству петля. И вроде все хорошо, однако играют наушники на одном заряде всего около двух часов. Да, по громкости наушники показывают класс, и слушать их выше 50 процентов вы вряд ли будете, но и учет идет на эти же 50 процентов. Вот только недавно мы говорили о наушниках с девятью часами на одном заряде, до этого с пятью, но два. Мне даже до работы доехать в одну сторону еле-еле хватит. Кейс естественно выручает, дает суммарно целых десять часов, но чтобы их получить, вам придется еще пять раз перезаряжать наушники, а это как минимум час. В общем, я не знаю о чем думали КЗ, это очень серьезный недостаток, мириться с которым захочет далеко не каждый. По замерам имеем неплохой импульс и максимальное искажение THD до 2 процентов, 1,9 если быть точными. АЧХ имеет классическую V-образную форму и это прекрасно прослеживается в их звучании. Низкие частоты здесь приподняты где-то на 9 дБ, середина прогнулась на 3, а область разборчивости снова поднимается на 7 дБ. Далее от 6 кГц имеем ослабление на ВЧ, чтобы уменьшить утомляемость и дабы ничего вам не резало и не пилило. А потом от 15 кГц АЧХ резко уходит в ноль. В принципе, стандартный график для большинства современных внутриканальных наушников любых категорий, любых брендов. Подача Z1 порадует любителей прозрачности, детализации и раздельного восприятия каждого элемента аудиополотна. Не знаю как им это удалось, но звучат динамические наушники просто как арматурные. При этом они имеют глубокий текстурный бас и чуть-чуть проваленную серединку, отчего голосу и разнообразным среднечастотным инструментам порой не хватает массы и глубины. Серединка как бы отдаляется, отделяется даже от низких и верхних частот. Звучит она чуть глуше и немного пресно, но это с лихвой компенсирует подъем в области разборчивости, добавляя яркости жизни и энергии. Верхние частоты тут присутствуют в полном объеме и хотя они никак не акцентируются, но в музыке очень даже ощутимы. По стилистике уши подойдут для сложной электронной музыки и, наверное, мультиинструментального джаза. То есть там, где нужно выслушать каждый инструмент раздельно и нужна хорошая проработка сцены в глубину. Металл здесь звучит по-современному, ярко, драйвово, но без того самого сока и густоты. Подобный подход действительно лучше всего раскрывается где-то на электронике или том самом сложном джазе. Суммарно, КЗЗ-1, наверное, самая спорная за последнее время модель. Два часа на одном заряде в 2020 году, друзья, ну вы серьезно? А вот по звучанию у меня вопросов нет. Любители современной электроники любых жанров и направлений, желающие выслушивать все детали и нюансы синтеза останутся в полном восторге. Ну, а что думаешь об этом ты? Напиши в комментариях. Это были КЗЗ-1. Вот такие красавцы. Всем добра, всем пока-пока.